Так, а ну-ка пройдемся туда-сюда. Вы шкандыбаете, да? Не, я хожу нормально. Не, вы когда тянете, то шкандыбай. А я не знаю, когда я бачу, что шкандыбал. Просто это привычка уже. А, привычка. Цекается, что на шкандыбай. А ну-ка туда-сюда, прошусь. Нога вот так. Вот так. То есть, а який сустав у нас болит? Сустав не знаю. Вот боль вот здесь, вот в этом месте. Иногда бывает здесь. Но здесь реже, намного реже. А суставы какие иные, это забедренные суставы? А вот здесь вот, вот эта костяшка. Ага. Ну вот эта костяшка, это забедренный сустав называется. А вы, почему-то правый. А ну-ка, вот так могу. Получается носок вот так завернуть внутрь? Нет. И все, да? Нет, он все право. А ну тот. А тот получается? Получает. Значит мне показалось. Ну ладно. Хорошо. Как зовут? Владимир. Владимир. Только ставим по линии вот так, Владимир. Спрошу, не по линии. С туда лицом только. Я посмотрю, зазоры. Нет, ну, Владимир, по линии смотри. Вот так пальчики по линии. Вот так вот. Вот так и стоим. Вот так и стоим. Так вот. Вот тут у нас три пальца. А тут два. То есть перекос на эту сторону. То есть нагрузка здесь сейчас на правую сторону. Слева ноги убирается нагрузка. В основном слева были, да? Да, в основном слева. Слева. Хорошо. Садимся сюда, на табуреточку, туда лицом. Какое давление у вас? Рабочее. Ну, обычно 140. Бывает 160. Ты знаешь, цены рабочие? Не, я имею в виду обычное давление. Постоянное у меня где-то 140. 130. Давно? Сколько вам лет? 63. 63 с года? Где-то с года назад у меня еще было 120. А вот эта резко? Ну, она не резко, скажем так, в течение года. Года. Года так, она постепенно-постепенно. Ну, это же резко. Если бы это за 10 лет перенялось, или за 5, то это было бы нарезко. Ну, я так думаю, что... COVID-19 переболели? Да. Вот это после COVID-19, больше всего, что такое. Да. После COVID-19 мышцы спазмируют еще больше. Пост-COVID-19 синдром. То есть, его полечить, полечить, и станы нападают. Это и ногу затянуло. Оно, может, и раньше оттянуло, но... Раньше у меня спина бывала болела, но не то, что ногу тянуло. Я взял, укололся пару раз деклофенограмму. И помогал. И все. Сейчас все. А так сейчас колыся, а не помогал? Ну, вообще никакого эффекта. Что колыся, что не колыся. И колыфеног уже не берут, да? Нет. Ну ладно. А когда COVID-19 переболели? Ну, в прошлом году, получается, в сентябре. Ты уже сейчас почти был. Да. Но я к тому же еще и это... Приливку взял. Когда? Приливку недавно, в августе. Последняя была 23-го. Расложение не было дня после прерывы? Нет. Когда приливку у первого не было температура 39, вторая почти подсохла. Стоп. Сейчас померю и будете рассказывать. На 180 на 84, 68 ударов. 180. Да. Ну, и у меня обычно тоже голова болит, а мне сейчас голова не болит. Ну, это хорошо, что хоть голова не болит. Так что, значит, что после первой прививки? После первой прививки у меня было очень, короче, где-то примерно сутки держалась температура. Но она держалась до 39. А после второй прививки сутки держалась температура, ну, после 39. Больше 39? Больше 39. Ужас. И что? Ну, нормально? Ну, в сутки прошли и все прошло. Ну, хорошо, что прошло. Ну, вот так вот. Ну, вот такое. Ну, это рискованно дело. Тем более, кори болели. А зачем? А зачем? А зачем дело? Потому что... На работе заставали? Нет. На работе я бы по словам всех чертов. Мне, возможно, придется выехать. А, выехать. Понятно. А не выпустят. О, негодно. Значит так, как зовут? Владимир. Вот в порядке 360, подсыхает. И шкала, как она держится. Так вот. Говорят. А, вы будете понять, какая боль. Ну, если не боль止. Там ноль, или один чуть-чуть. Два боли. Если на половину — 5. Если очень сильно — 10, или 8, или 9. Ну, это понятно, да? Понятно. Если будут давать, или руки и ноги — тоже каждое. Вот так? Ноль. 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 О, тут болит. Ну, пять, скажем так. Пять. Ну, хорошо. Пускай. Ну, или пять, пусть три. Как в три, там больше чем пять, если бы. Больно, да. А вот так? То же самое. Еще сильнее больно, да? Нет, так же, как и с той стороны. А вы с болью еще не принимали суть? Нет. Хорошо, тут больно? Ну, два, можно сказать. Так. Плечи не болят, руки не немеют? Нет. Бывает, что пальцы сводят. Бывает. Головные боли головокружения? Головокружения нет, головные боли бывают. Часто или нет? Не часто. С основу как? Сплю хорошо. Я не знаю, мне вообще никогда не сняться. Никогда сны не сняться. Или я их не помню? Нет, они не сняться, потому что мозга питания не хватает. Ну, то ладно, что сны не сняться. И с сосном проблемы могут из-за этого быть не заснуть. Или просыпается. Нет, сплю хорошо. Ну, хорошо, хоть так. Сны не сняться. В широком горле бывает? Нет. Нет, хорошо. Так, поворачивается головок. Рыбками. Рыбками. То есть, тут все затянуто. Ну, так само незаметно, конечно. Тремора нет? Ну, тремор, руки держат. А, нет. Хорошо. Ну, так что? Ноль. 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 Заметно ли всё, так же можно. И опять сюда. Так. Ну, ложимся. И так. Сюда стоять. Окей. А ложимся так же вот у. Ноль. Ну, где на ту. Ну, что так? Чуть-чуть больная. С обеих сторон? Да. Так. Нет. Так. Нет. Ни-ет. Так. Вот. Слева больше? Да, слева больше. Ну, и справа тоже? Было. Ай, правая сторона. Тут шишка. Вот это оно давно уже, вот так быстро шишка тут не нарастает, вот это левая сторона страдала, правая, принимала нагрузку все, тут, тут, тут шка, а не болит вот это? Нет. А вот так? Нет. Так? Да нет, ну вот, оттуда есть, ну, ну, короче, ну. А вот так? Нет. Так? Нет. Так? Нет. Ну, это? Нет. А ну-ка, узнаем. А вот так? Нет? Нет. Хорошо. А ну-ка, вот эту ногу. Так что? Нет. Хорошо. Колени не болят, пятки не болят. Нет, колени не болят. Голеты не болят. Хорошо, ложим, голова пускай, не-не-не, пускай лежит. А ну-ка, идем сюда. Садимся опять на табуретку. Вон, ложим. Голова закружилась, нет? Да не очень. Ну, немного закружилась, да? Чуть было, да? А может, что-то по рукам пошло? Может, шапочка на голове появилась? Нет. И что, да? Дойдем, лягнем опять так, все. Чуешь, как стучить? Да. Тут пусто. А что надо, чтобы было? Ну, оно не должно стучать. Это там, не хватит, где доходить. За то, чтобы пояснить, это проблема, питание туда не доходить. Из-за этого колена болят. Все артрити, артрозы. Я спросил, колена, голеностопа. Да, нет, не болят. Ну, ладно, не болят, а не болят. Нам пояснить, что надо, правильно? Ну, болит поясница. Может быть, на фоне поясницы я не замечаю. Так вот сюда же, воно идет, там страдает все внизу, в ногах. Хорошо. Хорошо, стоять опять по линии, как вставали. Посмотрим зазори, может, поменялись. Три. И три. Чуть-чуть тут свободнее. Чуть-чуть, может, где-то на полсантиметра. Хорошо. Оно еще разошлось. А теперь раз одинаково. Ну, хорошо. А ну так пройдемся. Может, что-то поменялось. Поехали. Чего еще ничего не поменялось. Может, сразу чуть-чуть полегче. Ну, ничего, в принципе, не поменялось. Ну, то есть ничего вы заметили, да? Нет, я не заметил. Хорошо, ложимся так, как вставали. И ложим. Это работает. Сейчас мы еще, может, и с объем поднимемся. Если с объем, то хорошо резет. Значит, быстрее все пройдет. Если не поднимается, то, значит, хуже. То есть крепкий, еще крепший фасальный седор. Сейчас сейчас по ногам. Он говорит, что чуть-чуть ноги назад поставил. Чуть-чуть. Нет, нет, нет. Просто назад. Вот так, да. Что так сейчас? По ногам что-то пошло? Ну, может, холод, тепло, мурашки, что? Ну, по ничего нет. По ногам ничего не идет? Нет. А ноги вообще устают? Деревяне не устают? Ноги устают, да. Устают сильно, да? Да. Они как будто кандали на них однили. Да, да, устают сильно. Ну, а что не говори? Потому что, если тут такой непорядок, то ноги будут становиться деревянными. Далеко не зайдешь. И сейчас ничего не идет по ногам? Ну, по лево, что-то так. Может, я понеменее или тепло, или тепло. Тепло, тепло. До колена или ниже? Ну, до колена не до шпона, но тепло пошло. Стоять. Переходим, переходим. Переходим, переходим. Так, что цель должен опасно? Садимся. То, что я принесла. В углу мне, в лоб. В лоб. Как себя сейчас чувствуем? Нормально. А ну-ка, давай еще раз встань. Боевись, я подаюся, что тут поменялось. Не заметно, что мы садимся. Как боялось, так и ходить. А? Ну да, так было, так и ходить. А как идешь, оно куда-то сдаёт, да? Ну, вот, вы сделали массаж, там сейчас меньше чувствуется боль. Ну, так я же пытаюсь, может, меньше стало боль? Нет, боль меньше, естественно. Нет, я просто вас неправильно понял. Боль, естественно, меньше. Боль стала меньше. Меньше, конечно. Ну, и я же, что и спрашиваю. Она тупее стала. Тупее, да? Да. То есть, стала на сико, вот если взять 100%, насколько стала... Наполовину тупить. Наполовину. Хорошо. Это же хорошо, правильно. Что за 5 минут боль стала на половину меньше. Ну, это не за то, что я задницу хватю, а за то, что я поправлю. Понятно? Нет. А в труб уже, чтобы убрать мою фасаду и синдром, потому что она держала. Сколько это бы она болела, поясница? Да, ну, у нее уже болит месяца полтора. Месяца... Так, это только месяца полтора. У нас людей болит годами, десятилетиями. А тут только полтора месяца. Что так, неплохо не стаёт? Нет. Наоборот лучше стаёт? Нормально. Ну, что сейчас меняется? Может, разводняется. А ну-ка, символы. Ну, всё нормально. Ничего не меняется? Ничего. Хорошо. Нормально себя чувствую? Нормально, не разводил, ничего. Нет, нет. Я просто выводы свои делаю. Я вообще рассказываю, а тяги есть. Понятно? Ну, разница этой рукой была в том, что вы здесь вот тяги тянули. А тяги тяги сейчас? Нет, ну, не тянет, но остался как слепый. То есть перестал тянуть? Тяну перестала. Хорошо. Что мы сейчас делаем? А, ты же казах не понимаешь, что так я лежал. Вот лечь я помогаю. Чего я откуда? Казахстан, ты говоришь? Казахстан. Ну, там прожил всё. А так русский, да? Ну, русский. Там 50%. Вот нога короче. Дивися так. Бачите, что я палец? Да. Так вот тут два пальца. Вот всё получается. Вот даже по пяткам. Йосипова, хата. Вот эта длинная нога. Это короче. А тазобедренный правый сустав вот этот не болит, да? Не, в основном левый, а если болит, то не сам сустав, а здесь, как там, так же здесь болит, но сам тазобедренный болит. А на левый и там, и тазобедренный болит. Короче, короче, где-то на три сантиметра, понимаешь? И это уже я поправил, но всё равно короче. Ну, всё надо полечить чуть-чуть, выровнять, потому что будет постоянно на одну нагрузку, нога больше, так что длиньше, понимаешь? Хотя бы на ней, бачите, на правую вся нагрузка, вона короче стала. Потом и другая начнет страдать. Вот и другая начала страдать. А что сейчас нога, ват настаёт или нет? Ну, чуть-чуть, да. Так как и рука, да? Ты плохо ненько шёл, да? Да. И ця ватна стоит? Да. Икры болят, да? Да. Обои одинаковые? Одинаковые, как там, так и здесь. И так больно, да? Да, да. Все мышцы больны. Это называется миофасциальный синдром, то есть мышцы все больны. Они спазмы. Их надо полечить. Мышцы полечить. Они расслаблятся, и все начнут функционировать нормальные. Организм подхватывает, и будет работать. Нога тоже ватна с тазом? Да, так же, как и одинаковые. Вот так что? Нет, нет ничего. Нет, нет, нет. Да? Нет, нет, нет. Хорошо, так. А тут есть что-то. Сильно было? Ну, не сильно так чувствую. Угу. Так. Да, и здесь только. Понятно. Запомнили обои? Да, тянущие это так. Значит так, Владимир, а ну-ка встает. Тихо, раз, не прыгай, вот так на одну ногу, на такую ряточку. Раз, здесь было. Ага, да. Хорошо. Чуть-чуть, чуть-чуть штаню. Поворот, да? Да. Ну ничего, садимся. Садимся. Ну, мы тоже сюда. А ну-ка, прошу, Иса. Насколько боль ушла? М? Боль на сколько ушла? Почти нету. Почти нету? Да. Это же хорошо. А ну стоим по мене. Ну, и руки вишень стоим. Ну, вот теперь ровненько от ряточка. Бачишь? Шея так и началась с правого, да? Ну да, чуть-чуть. Ну, вот, бачишь, я заметил, а ты мучишь. Хорошо, садимся, меряем давление. Пульс хороший. 153 на 74.